В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. По величине финансирования на ремонт школы дорог депутаты рассматривают корректировку бюджета. Больше 40 лет без капитального ремонта кровли. Очередное обращение в городской дозор. Футбольная команда ИКАР-2013 – чемпион первенства области в зоне Арзамас. Далее расскажем обо всем подробно. Депутаты начали рассматривать первую большую корректировку бюджета в этом году. Проект предусматривает увеличение финансирования на капитальный ремонт общеобразовательных организаций и учреждений дошкольного образования, ремонт автомобильных дорог, мероприятие по реконструкции очистных сооружений. Подробности далее. На 385 миллионов рублей в этом году увеличились доходы городского бюджета. Субсидию в 43 миллиона предоставили на строительство газопровода высокого давления от ГРП-14 до ГРП-16. 36 миллионов направили на строительство улицы Чапаева. Это неосвоенные остатки с прошлого года. Субсидии на ремонт дорог нам предоставлены 6 миллионов 388. Люди голосовали, отбирали на сайтах администрации. Это будет выполняться улица Димитрова на участке от здания Димитров 3 в сторону улицы Садовая. Субсидия в 298 миллионов выделена в рамках программы оздоровления Волги на продолжение реконструкции канализационных очистных сооружений. Кроме того, по НАСПроекту образования доведено более 4 миллионов рублей на заработную плату советников-директоров школ по воспитанию. Расходная часть бюджета увеличилась на 645 миллионов рублей. Программа обеспечения населения в городе Сарова доступным и комфортным жильем увеличена на 69 миллионов 272 тысячи четыре десятых рублей. 869 тысяч направляется на обеспечение детей-сирот жильем за счет средств субвенции. 509 тысяч на финансирование за счет средствового бюджета субсидий молодым семьям. На капитальный ремонт школ и детских садов предлагают направить еще 30 миллионов рублей. На ремонт дорог – 37 миллионов. Софинансирование программы «Вам решать» обойдется городскому бюджету в 24 миллиона. Также затрат потребует работы по благоустройству сквера на мира. Вопрос корректировки бюджета продолжат рассматривать на заседании Городской думы. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. К сентябрю будет готов новый учебник истории для старшеклассников с разделом про специальную военную операцию. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Массово этот учебник планируют начать использовать с 2024-2025 учебного года. А школы смогут переходить на него постепенно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Березу разработал российско-австрийский тандем ученых. Они создали искусственный аналог основного аллергена дерева. Исследования показали, что препарат на его основе способен вызывать образование защитных антител и блокировать аллергическую реакцию. Вакцина от аллергии на пыльцу березы сейчас проходит доклинические исследования. Потребуется 3-5 инъекций, чтобы достичь защиты от аллергии. Больше 40 лет без капитального ремонта кровли. Для жителей верхних этажей дома 9 по улице Казамазово весна – самое напряженное время года. Именно в этот период во многих квартирах начинается капель. Такой сценарий повторяется из года в год. Почему капремонт не провели в прошлом году и ждать ли обеспокоенным жителям новую крышу этим летом? В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Сизифов труд для Виталия Леушева до боли знакомое выражение. Практически каждый год он вынужден делать косметический ремонт в этой комнате. Обои в ней отслаиваются из-за талой воды, которая каждую весну капает с потолка. Неоднократно Виталий Петрович обращался в управляющую компанию. На его заявление реагирует, принимает меры, борется с протечкой. Но весной вода снова и снова портит новый косметический ремонт. Кровля, по всей видимости, нуждается в более глобальном ремонте. Ну, нельзя же каждый март, женский день, встретять протечки в своей квартире. Вот у нас стоит ведро, там вода. С потолка капает талая вода. Но вода, извините, если бы капала на лоб чиновника, который за это отвечает, может, тогда бы она пробила его сознание. За март это уже второе обращение жителей дома 9 по улице Казамазова. В канун 8 марта нам позвонила Любовь Ланцева. Весенние ручьи били в ее подъезде. Вода попадала на электрощиток. В результате свет периодически пропадал из ее квартиры. Кап ремонта здесь ждут с 2019 года. Но процесс застопорился еще в самом начале, на этапе составления проекта. В документе площадь кровли указали неверно. Пришел подрядчик делать капремонт кровли. Он посмотрел документы. Говорит, ребята, вы что дали нам? Тут не та площадь, не те деньги. Мы это сделать не будем. И в итоге капремонт отменили. Вторая попытка снова была неудачной. В этот раз подвел именно подрядчик. В 2022 году капитальный ремонт кровли в этом доме должна была сделать организация ООО «Мастер кровли» из Чебоксар. Но в положенный срок начала работ никто так и не появился. Любые попытки связаться с руководителем компании подрядчика Алмазом Галиулиным оказались тщетные. Секретарь клялся, что он сообщит Галиулину, и тот со мной свяжется. Три раза я звонил, три раза секретарь обещал, и три раза Галиулин меня нагло обманул. Это факт. Фонд капитального ремонта к вероятным причинам протечки крыши относит плохое состояние кровельного покрытия и отсутствие своевременного текущего ремонта, которым должна заниматься управляющая компания. Центр ЖКХ протечки устраняет. Так весенняя копель в первом подъезде уже прекратилась. Течь во втором также пытаются залатать. Но с каждым годом делать это становится только труднее. В силах именно в зимний период, в зимне-весенний, мы, значит, только чистим снег, налить, просушиваем горелкой и локализуем места протечек. Частичный ремонт, ну, небольшими квадратами вырубаем, потому что в основном большими частями мы не можем, так как погодные условия не позволяют. Иначе мы протопим остальные квартиры. В этом году договор на ремонт кровли заключили с той же подрядной организацией ООО «Мастер кровли». Срок выполнения работ до 1 августа 2023 года, сообщили наши редакции в фонде капитального ремонта. 23 марта в школах начинаются весенние каникулы. Отдыхать ребята будут до 2 апреля включительно. На это время учреждения города подготовили развлекательные и интерактивные программы. По традиции много мероприятий представила художественная галерея. Каникулы в художественной галерее – это всегда море детей, творчества и хорошего настроения. Сотрудники учреждения начинают подготовку заранее, придумывают мастер-классы, разрабатывают познавательные занятия, готовят квесты и экскурсии. Мы всегда стараемся весенние каникулы с детьми разговаривать и заниматься весной тем, что у нас происходит за окнами. И хоть сейчас лежат сугробы, но тем не менее мы уже ждем птиц, мы видим, что они прилетают. И очень много творческих мастерских будет посвящена пернатой теме. Дети познакомятся с разными техниками декоративно-прикладного искусства и напишут красочные пейзажи. Но одними творческими мастерскими галерея не ограничится. Каждый день там будут проходить различные познавательные программы для лиц старше шести лет. Мы отгадаем массу загадок, мы составим какие-то интересные викторины и задания для детей, которые они будут разгадывать, угадывать и делиться своими знаниями. И, конечно же, маленькая творческая мастерская, которая подведет итог, будем делать цветы, корзинку с цветами, которые с удовольствием дети приносят домой, украшают свой дом, дарят своим любимым. Кроме весенних интерактивных занятий, художественная галерея представит свои большие программы на самые разные темы. Детям расскажут о жанрах изобразительного искусства, народных промыслах, творчестве, культуре и обычаях жителей Африки. В дыне каникул в галереи откроются и новые выставки. Они будут интересны старшеклассникам. Приглашаем ребят на выставку «Нижний Новгород. Детали», которая была уже показана в Нижнем Новгороде. Это юбилейная выставка, посвященная 800-летию столицы нашей губернии и проехала уже по Нижегородской области. И вот Саров – еще один город, который принимает эту выставку. Выставка для лиц старше 12 лет. А еще в дни каникул в галереи покажет новый российский мультфильм «Котэ Эрмитажа». 23 марта он выходит в прокат. Это история о том, как «Котэ», живущие в знаменитом музее Санкт-Петербурга, пытаются предотвратить кражу картины. Для зрителей старше 6 лет. Подробнее о программе мероприятий можно узнать в группе «Галереи ВКонтакте». Телефон для справок 70287. Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в этой сфере. Благодаря им в домах есть вода, газ, тепло и свет. Виктор Павлович Кальгин начал свой рабочий стаж в 1967 году. После школы уехал с братом в Казахстан. Там отучился, повышал квалификацию в следствии сантехника. Потом ушел в армию. В жизни Виктора Павловича был период службы в Египте во время израильско-египетского конфликта. За границей он пробыл 16 месяцев и до сих пор помнит то тяжелое время. Как отстрелялись на полигоне в Копьяре по маловысотным целям. Наш комплекс был 125. И там не успеешь только отдежурить, лечь спать, тревога, налет. Заскакиваешь в кабину в одних плавках, автомат и подсумок в кабине, противогаз тоже. И садишься за этот запункт. Потом Виктор Кальгин въехал в Саров и в МЦУ-65 занял должность слесаря-монтажника. Потом перешел в жилищно-коммунальное управление. Виктор Павлович работал и бригадиром в третьем ЖЭКе. После 18 лет был мастером. Сейчас Виктор Кальгин на пенсии. Ему за 70, но он продолжает трудиться слесарем-сантехником. Работа наша заключается в обслуживании жилых домов, квартирных. Чтобы было людям тепло, был свет, была вода, холодное горячее отопление, чтобы комфортно жилось. Слесарь работает по заявкам от саровчан, а в день их может быть очень много. Бывает и такое, что специалисты выезжают на срочные вызовы, если случается авария. Слесарь-сантехник работает не только с коммунальными системами и оборудованием, но и с людьми. И в общении с жильцами бывают разные случаи. Некоторые сердечно благодарят рабочих, а иногда происходят и не очень приятные, курьезные случаи. Вызвала женщина. В общем, у нас лопнул анитаз. Прихожу к ней на квартиру. У нас молодая женщина с ребенком. Ну как, разбили. Я говорю, а квартира? Досталась по наследству. Я объясняю ей. Ну раз она досталась по наследству, вы должны менять ее за свой счет. Они же их должны менять. Она осталась с ребенком в дверях. Я вас не выпишу. Как и многие рабочие, Виктор Хальгин немногословен. Говорит, что сейчас в центре ЖКХ не хватает рабочих рук. А между тем, навыки ремонтных, слесарных работ сантехник может применить и в своей личной бытовой жизни. Одно из заветных желаний Виктора Павловича – чтобы труд рабочих оплачивался более достойно. В соответствии с теми силами, какие они вкладывают в свою профессию. Команда «Икар-2013» стала чемпионом первенства Нижегородской области по мини-футболу в зоне «Арзамас». Игрок нашей команды Степан Коршунов за время турнира забил 24 мяча. Мальчика признали лучшим бомбардиром соревнований. Подробности далее. Евгений Землянко пришел на работу в спортивную школу «Икар» в сентябре прошлого года. Молодой специалист тренирует две команды футболистов 2013 и 2015 годов рождения. Если у младших воспитанников серьезные турниры еще впереди, то ребята постарше уже показывают отличные результаты. Зимой команда взяла золото однодневного турнира в Саранске. А в марте стала победителем первенства Нижегородской области по мини-футболу среди команд 2013-2014 годов рождения. В первенстве была пара «Замаска-зоне». Играли там, получается, 12 командами. Были, конечно, игры, на которых стоило понервничать, потому что были тяжелые игры, как с чемпионом 2013 года рождения. Там тоже было тяжело и интересно. По итогам соревнований заняли первое место. Ребята остались довольны. Турнир команды «Икара» закончил только с одним поражением. Самая последняя игра оказалась нерезультативной. В итоге в активе соровчан 30 очков. Кроме того, игрок «Икара» Степан Коршунов стал лучшим бомбардиром соревнований. За время турнира он забил 24 мяча. Занимаюсь в футболе с 3 года. Мне нравится бегать, пинать мяч. Энергичная игра. Командная работа. Один за всех и все за одного. В апреле «Икар-2013» отправится представлять зону «Арзамас» на первенство области по мини-футболу. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы можете найти все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.